Молодежные отряды охраны правопорядка Беларуси сегодня отмечают 15 лет. Инициативные юноши и девушки вместе с сотрудниками милиции патрулируют улицы крупных городов и сел, помогают организовать масштабные спортивные и музыкальные проекты, перенимают на практике опыт спасателей. И вот совсем недавно школьники из Минской области в Слуцке спасли из горящего дома мужчину, а в Логойском районе девочку, которая провалилась под лед. О своих поступках они говорят скромно и уверены, так поступил бы каждый. За смелость и мужество лучшие отряды охраны правопорядка и командиры сегодня получили почетные грамоты и нагрудные знаки. С теми, кто всегда готов подставить крепкое плечо, встретилась Юлия Токарь. Предельной концентрации, ловкости и выносливости обучают юных правоохранителей. Тренировки проходят как в тренажерном зале, так и в тире. Ведь для бойцов молодежного отряда охраны правопорядка главная физическая подготовка. Михаилу Богуню из Бреста она пригодилась на деле. В городском парке летом произошла драка. В потасовке пострадали люди. Задержать хулиганов и помог студент четвертого курса. Несколько раз за время несения мной дежурств были случаи, когда мы видели, что человеку плохо подходили, вызывали скорую помощь, оказывали первую медицинскую помощь. Такое часто очень случается. И даже потом благодарности приходили от людей, которым помогли. А девятиклассник из Луцка Даниил Жданко накануне из горящего дома спас мужчину. 15-летний подросток, возвращаясь со школы, не прошел мимо чужой беды. Не дожидаясь пожарных, выбил дверь и вместе с прохожим помог вынести пострадавшего. Так должен был поступить каждый мужчина. Я пока еще мальчик, но в душе мужчина. Тебе было страшно? Нет, я этого не помню, но потом, когда все закончилось, я все осознал. Потом было страшно, чем это все могло закончиться. Отважные поступки этих молодых людей не остаются незамеченными. И сегодня каждого найдет заслуженная награда. А пока для ребят интерактивная экскурсия в музее Великой Отечественной с историями настоящих мужественных подвигов. За смелость и мужество лучшие отряды охраны правопорядка, чтобы командиров отметили почетными грамотами и нагрудными знаками. Этому молодежному движению сегодня 15. Вдохновляет на будущее для того, чтобы быть более внимательным к людям, к своим обязанностям, ну и как-то серьезнее к ним относиться, в том числе и к своей подготовке. Сегодня мы поздравили победителей конкурса, республиканского конкурса на лучший молодежный отряд охраны правопорядка, а также лучший штаб МОО. Наградили в пяти номинациях лучший отряд по взаимодействию с Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, а затем была номинация лучший командир молодежного отряда охраны правопорядка. Инициативные юноши и девушки, а их в движении по всей стране 15 тысяч вместе с сотрудниками милиции патрулируют улицы крупных городов и сел. 10.25, это 10.29, прием, как слышно. Принимают опыт спасателей, проводят совместные учения, преодолевая 10-метровую высоту и огненную психологическую полосу. И помогают организовывать масштабные спортивные и музыкальные форумы. Они, будущие программисты, маркетологи, спортсмены и одновременно охранители порядка, готовые прийти на помощь в любую минуту. Юлия Токарь, Виктория Патония, Виталий Селявка и Григорий Крештофович. Агентство Телиновостей.